добрый день в этом видео я хочу рассказать чем нужно подкормить морковь обязательно в конце июля начале августа каждому огороднику хочется чтобы морковь при хранении никогда не гнила выросла крупной сочной и вкусной сладость моркови конечно зависит от сорта есть сорта моркови например детская сладость с большим содержанием сахаров а есть с меньшим но тем не менее морковь нужно всегда подкармливать в конце июля я морковь уже несколько раз прореживала вот такую морковку она уже большая в диаметре примерно полтора два сантиметра я убираю в морковь холодильник и использую для приготовления пищи вот сейчас моркови азот точно не нужен не нужен также ей перегной и дрожжи с дрожжами вообще нужно быть поосторожнее если подкармливать без разбора дрожжевыми подкормками то корнеплоды будут плохо храниться сейчас моркови нужен калий калий можно дать видео например древесной золы древесная зола это моя любимая подкормка потому что в ней есть не только калий кальций магний и другие микроэлементы их около 30 может даже чуть больше древесную золу в этот период я беру стакан древесной золы на 10 литров воды можно сразу полить по междурядье морковь можно чтобы зола постояла где-нибудь сутки подкормить можно и минеральными комплексными удобрениями еще нужно смотреть на ботву если ботва насыщенного зеленого цвета то подкормить можно сульфатом калия все калевые подкормки удобрения я растворяю беру одну столовую ложку на 10 литров воды если ботва немножко зеленая вот как у меня светло зеленая есть в середине грядки то подкормить можно кальциевой селитрой сейчас для финальной подкормки используем только калийные удобрения спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал